Всем здравствуйте, меня зовут Алексей, я расскажу вам про основу работы с IT-устройствами, с устройствами интернет-вещей. Я аспирант первого курса университета МО в Санкт-Петербурге и работаю там же в лаборатории своей будущей диссертации и по гранту в проекте. План таков. Сначала я расскажу про концепцию интернет-вещей, затрону вопросы безопасности, вопросы создания простейших устройств, расскажу про протоколы, которые я использовал на Акатоне, который я вместе с ребятами выиграл в Санкт-Петербурге по Selfish OS, track Selfish OS. И после продемонстрирую, как все работает. Ну и немного выполнительно. Дрон и информация. Наверное, у каждого, кто особо не интересовался в этом-то вещей, есть представление, что вот у нас есть какие-то там шапки, мы их включаем модем к интернету, они кидаются в Google, и вот у нас такое интернет-вещение. Но это изначально не совсем так. И концепция задумывалась, как на основе существующих, понятное дело, решений организуются автономные модули, устройства, которые могут сами организовывать какую-то сеть, взаимодействовать между собой с минимальным участием человека и тем самым сильно погружать нашу жизнь. Собственно, если мы строим такие устройства, которые общаются между собой, не затрагивая вопросы безопасности, то здесь все довольно просто. То есть у нас уже давно имеется множество стандартов обмена данными и по проводному, и беспроводному. И, собственно, безопасность, как мне кажется, ключевой аспект. Множество проблем, связанные с датчиками, например, с тем, что у них ресурсы ограничены и нужно какие-то определенные вещи в лайтвейтных картографии организовывать, проблемы шлюзов, проблемы доверенных промежуточных узлов, проблемы каналов связи, прослушки, проблемы идентификации, например, при отсутствии центров идентификации, проблемы делегирования прав, например, когда вы хотите там какую-то носимую электронику, заставлять доступ к этим лицам для удобных каких-то сервисов. И, собственно, сейчас решение, которое называется «Уйди», когда существует какое-то облако, и там действительно все по HTTPS передается с каким-нибудь зажитым сертификатом. В общем, это не совсем то. И на самом деле я не специалист в безопасности, и поэтому из последнего я могу поректировать примеру с Computer Science Centre выступление, написанное на YouTube Сатина Жданова, например, про открытые вопросы, которые сейчас требуют решения, потому что в системах с ограниченными ресурсами, которые взаимодействуют иногда в отсутствии интернета и должны организоваться сами какие-то сети, проблемы безопасности усложняются. И далее я хотел бы рассказать, как просто, вот, уходя в вопросы безопасности, хотя их не стоит уходить в серьезных решениях, как просто построить, не поднимая тяжелых каких-то серверов обработки данных, как просто устроить взаимодействие нужных датчиков ваших и клиентов с LK6. Ну, собственно, наверное, большинство из нас знакомы с Arduino следой, которая предоставляла следу разработки, необходимые библиотеки, необходимую документацию, отдаточные модули для, в основном, для контрольных отменов Mega, где мы, собственно, могли довольно просто сказать, что вот у нас 12-я ножка, которой мы подключим диод, делается без вывода общего значения выходом, и после в цикле бесконечно мы моргаем бедом, это такой своеобразный hollow world всех платформах. Ну, то есть с Arduino все довольно хорошо, когда ты хочешь вгрузиться в эту серверу как новичок, Ну, на самом деле, Arduino их две неудобно пользоваться, и если там в библиотеке ты хочешь подключить какие-то не просто независимые несколько папочку, а что-то более сложное, то я использовал, например, сложности иногда просто удобнее использовать какие-то средства для конкретного устройства и make-файлы, допустим. Но при этом для начинающих это, понятное дело, очень-очень хорошо. И, собственно, вот мы видим этот шип, то, какой продумированный у нас пин, как к нему обратиться, как подключить с ограничивающим резистором, все довольно просто. Также сейчас есть продажи уже довольно-давно, именно с одинокабли и много всяких проектов в открытом доступе и насчет модуля от ZEPRESSIVE 826, это уже не просто какая-то IP-контроль, это полноценная система на чипе с 10-битным процессором, с поддержкой основных стандартов Wi-Fi, с шифрованием PA2, с достаточным количеством ботов от Груда и подключением периферии, с поддержкой стандартных протоколов, даже с 10-битным аналоговским образователем, работающим на логике 3,3 вольта и меньше пол ампера, употребляющим при больших нагрузках на режиме сна и совсем мало употребляющих. И он стоит очень дешево, есть множество модификаций и, собственно, если, ну там, допустим, купить его за 300 рублей и подключить там нужный сенсор, там датчик температуры и какую-нибудь солнечную батарейку, то можно сделать погодную станцию. Кроме того, на ESP сейчас уже есть там и MicroPython, и интерпретаторы джаваскриптовые, но не хочется тянуть интерпретаторы джаваскриптовые и хорошо, например, как можно этот модуль включить. То есть нам нужен программатор, прошили, что хотим, убрали программатор, включили репонию батарейку и все, ждем, пока на сайте. Но на WeHub есть шикарный проект, очень хорошо развивающийся, по созданию на основе существующего SDK для этого модуля и создания ардуино совместимой цветы, то есть с помощью, то есть такой же скетч, в общем, вот плент мы можем прошить на наш ESP-876 модуль, но у него есть модем и у нас, получается, есть коробка Wi-Fi. Я, кстати, не буду рассказывать об игроке Zigbee или Powerpoint One, потому что я их осенью не работал, они дорого. Так, сейчас я покажу, например, как, кроме того, что все интерфейсы, все обертки для Arduino написаны, еще есть, например, готовые написанные в библиотеке для поднятия простого HTTP сервера. То есть, если мы совсем просто захоткодим наши данные на их точке доступа, укажем, какой ножка у нас диод, создадим объект, который уже есть, с сервером поясменятому порту, то мы можем написать такие функции и потом указать, в общем, в колбейке и обрабатывать, например, с хода 200, приятный стоп, если мы переходим на наш модуль. А после в сетапе просто материализируем нужный нам на периферию, подключаемся Wi-Fi, если мы подключились, то продолжаем. Можно дополнительно поднять UltraCast DNS, чтобы он работал с именами через сторонние машины, но это не обязательно. И просто о серверу сказать, на какие строчки, как обрабатывать команду. Причем как в какой-то отдельной объемной функции, так и внутри метода on. Ну и, собственно, в цикле потом просто слушать новые входящие HTTP запросы и отвечать на них. Конечно, хорошему нужно обрабатывать прерывания, но вот как-то родына среда оплачает все слушать в цикле и как-то упрощать. Ну, несмотря на то, что я вот все это не проводил, но мне кажется, что HTTP с 10-ми соединениями, которые мы держим на такой точке, доступа тяжеловесно. И я смотрел в сторону конкретных протоколов для машин взаимодействия и нашел, он вот где-то по областям применимости, в принципе, например, МКТТ. В МКТТ там мы скорее шляп какие-то потоковые данные постоянно, а здесь больше REST, где тоже, ну сейчас покажем подробнее, он работает по HTTP, то есть нам не нужно нажать соединения, он, то есть, может работать в том числе и по TCP, даже стандарты пишут, мол, по SMS, потому что неважно, по чему вставлять, он динарный. Он REST в том плане, что там тоже есть те же самые GED, POST, PUT и DELIT и ресурсы в таком же RING формате. Плюс, кроме того, ну вот, пример КАП-сообщения, хедед занимает еще 4 байта. Плюс ко всему есть из коробки подписка на ресурсы, то есть, если мы пошлем обычный GED-запрос с флагом подписаться, обзором, и сервер умеет сохранять информацию о подписчиках и клиентах, то мы просто получим ответ такой же, как и на GED, но в случае, если кто-то другой что-нибудь поменяет на ресурсе, нам придет, и нам не нужно будет постоянно опрашивать GED самим. Кроме того, есть стандартный порт 5.6.8.3 и стандартный URL волновым порт, по которому, если, допустим, пошлем HTTP широкоучательное сообщение, чтобы каждому отправить клиенту в сети, и он ответит на него, то в ответ нам придет список других ресурсов на этом сервере, которые можно получить доступ. Ну, в качестве доступности там есть рекомендации, то есть основы DTS, то есть это решение для EDP, и какие-то конкретные значения там, ну, в общем, как соблюсти баланс между легковесностью и защищенностью. Я буду еще раз. Для модуля есть уже существующая, давно написанная библиотека на CEE, которую можно на Arduino собрать. Она ориентируется на разные микроконтрольные и на косекс совместимые системы, и там нету обзор, а он как бы интересен, то есть мы не можем там подписаться, мы должны просто там еду получать запросы, и там все хорошо работает. В рамках своей работы там в аспирантуре я, грубо говоря, фортнул там, немного обернулся плюс-плюс и добавил поддержку обзор, но оно очень плохо работает, потому что мне нужно тренироваться в программировании, грубо говоря. И сейчас я покажу, как можно прошить модуль тем, что живет на GitHub. Я, не знаю, видно или нет, но, в общем, тоже захоткотил. Сейчас не заморачивался там с какой-нибудь кнопкой по WPS, и сейчас подключение подходил в наш сайд и пароль, создал объект по серверу, создал несколько ресурсов, которые там для себя обрабатывают где-то и будут запросы, указал на каких там ложках у меня адиот висит, и после этого просто слушаю входящие сообщения, и я отвечаю подписчикам, если они их. Ну, можно выбрать конкретный модуль. Сейчас у меня, сейчас покажу. Сейчас у меня модуль, который сразу, сразу с программатором, в общем, и сразу в microUSB, с конвертером на 3P и логику. В общем, чтобы как можно меньше что-то собирать, и просто подключиться в microUSB и прошить, и запустить. Собственно, я уже прошил, и сейчас я просто сразу же включу в питание, ну, в общем, не подключая компьютер. Ну, видно вообще, что программатор не прокачивает и должен. И, поскольку вообще кодебаги я себе вывожу там в serial port, текущий IP-шник, который получил устройство, но можно сделать… Можно сделать… Можно сделать… Я знаю MAC-адрес устройства и расканировать сеть, чтобы увидеть конкретный IP-шник сейчас и не подключать это устройство к компьютеру. Тут сеть большая. Ну, вот, нашлось. Вот IP-шник устройства. Сейчас, пока без всяких селфиш-клиентов, я уже существующим консольным… Существующим клиентам пошли в get-запрос по контаколу, по стандартному порту, который можно не указывать, 5.6.8.3, на стандартный URL в L.None port. И, нет, если все хорошо, то должен быть со список доступных ресурсов. Ну, и вот, через точку ZP перечислены, что у меня есть один диод и еще там один ресурс-конфиг. После я могу запросить значение этого диода, и он выглядит, в общем, сразу прозвав… В общем, отвечаю с байтом текущее значение яркости. И, если я поменяю, правда, здесь не совсем удобно передавать не текстовые значения, поэтому будет что-то в духе. Допустим, какой-нибудь тип, ну, в соответствии, где в педеровке символопробелого значения и… И сейчас такая яркость… Ага… Немного поменяется. Ага… Да… Теперь… Вхожу… Что можно обнаруживать, если это делать с графическим интерфейсом MSU-фиш, который мы с ребятами делали на Кохотово, в том числе… Так… И, чтобы все было видно, открою BNC. Я уже собрал, чтобы не отправлять ваш клиент. Потом покажу его код. Здесь все очень-очень эмоционально. Делаем дисказм. То есть, отправляем всем в сети, в этой большой сети, у которой маска 24, в виде DTP-пакеты. И должны увидеть список ресурсов тоже. Из тех серверов, которые доступны. Сейчас я проверю, есть ли соединение… Соединение с Air Force есть. Ну, ничего, что-то я не выдал сейчас. Я попробую сейчас запустить устройство, когда оно подключится к сети. Потому что широкопечательные пакеты запрещены в этой сети. И мы, в общем, делали плотно просто в цикле. Всем, в поглядь, кого нашли, прислали пакет. И, возможно, сам этот цикл, там, уникалитно написан. То есть, там, буквально недавно я протягивал последний комит. Может быть, не ко всем стучится. И попробуй отключиться. Может, на другом айтишнике нормально. Сетка и запустил. Вот, отключиться. Можно, кстати, также запустить через терминал, чтобы посмотреть бони. Потому что там все сразу кидается. Вот, допустим, сейчас еще раз тогда покажу, что устройство будет просто новая дина по этому МАК-адресу. Его айтишник 22, а сконечник 22.28. Мое устройство, если он пришел, альпиады шел. Нужно, как бы, по всем пробежаться. И все. Пущу то же самое приложение, чтобы там посмотреть, что логи. У меня нет режима, я думаю, логичный процесс. Можно, да. Ну, нужно сейчас собрать. Я могу прям... Ну, я думал, тут красиво. Хотел показать, что у меня... У меня просто поле ввода есть как-то логичный процесс. У меня никто поле будет. Нет. Сейчас заодно покажу, как... Как написано приложение. И, наверное, соберу с картожным МАК-тишником. Не знаю, видно здесь или нет, но вот так сделаю. Есть стандартные... Стандартное приложение тоже селфиша. Мы регистрируем там модель, с которой взаимодействуем через QML. Мы ее наполняем с этим данными про существующие сегменты. Тут у нас еще есть арка в рекордах о том, что поменял. Демо-модел. Это вот тот список серверов, которые мы заполняем. И если мы посмотрим демо-модел с QML, как мы его заполняем... Вот здесь видно... Видно, что мы отбрасываем Apple Post. Начинаем там финансы с масками. Пытаемся всем отправлять. Клаб в библиотеку у нас подключена существующая. Называется QML. Мы ее не сделали, разделяем библиотекой. И просто написали планом файлики... На GitHub лежит просто... И в общем... Там есть две, на самом деле. Есть QPLub. Они обе хорошие вроде бы, но обе требуют доработок. Вот мы одну взяли, которая там постерей всего запустилась. Там тоже обзор поддерживается. А в FreeFinding дополнительно просто... Ну, все перечислили, все, что нам надо заимкорить. И все собрали вместе. Ну, в принципе, при обладке это иногда удобнее. Ну, вот мы и пользуемся. Там просто посылаем... Посылаем кучу где-то запросов. И если что-то там есть, то мы сразу задействуем их. Ну, на волновом портал ресурс. Точно так же, как я делал в консоль. И... В принципе, можно... Ну, после этого закидываем нашу, там, оперную модель. Нужную нам структуру. Чтобы там достигать из нее разные property в QML. То есть... У нас есть, наверное, такая модель. О! Я просто... Глобарный идеал. Вот он, представитель. Вектор. Хранить с URIM и name-ом. Ресурсы там. С подобным вещами. Текущим значением яркости. Так. Так. В общем... Одновернулся. Таким образом. И здесь поправить. Вон, в принципе... Походкой тут адрес. Так. Паркет. Паркет. Здесь можно, наверное, сразу написать... Просто... Наш адрес. Это, конечно, уже ID с Гаврой. Вернули. Так. Щас. Так. Допустим. Наверное, можно вот только вот этот. Демать. А можно искать маску. Да. Маска с полетом. А можно. Третьим. Но я вот не успел, я только что менял, там была троечка до этого стояла, находила, периодически те же разные, вот эти опишники, и я один раз попадал, думал, ну все отлично. Но я там неправильно посчитал, короче. Наверное, вот, можно не получать рисунок, просто префрэйшер. Я вот эту штук претензу. А там, по идее, все остальное связано, чтобы подписывалась в модели, надеюсь, что-то пристало. То есть еще главное собираться относительно, потому что он, я не знаю, будет он присобирать риск, а может, или нет. Ну, в общем, сам протокол похож на такой дренадный HTTP с подпиской, и еще дополнительные там есть поля для вот данных, ну, поудобнее. Вот этот футболер называется есть плюс, иначе шесть, он уже известный, а осенью будет есть плюс 32. И тот же разработчик, вот русский, там, Иван Рухотков, что ли, он уже, у него есть это устройство, он, то есть, он там сотрудничает. По-моему, он уже адренную прошивку подготавливает плюс 32, и там, к этому слову, оно же есть. Вроде осенью тряется, так ли, стойка будет тоже, по идее, дешево. Так, собралось. Вроде все сразу же подключено, здесь так что, канал прайс. Смотрим, если висит. Я подожду к полу, да. Так, ну, вообще, вот, так, как я сказал. И, что-то, похоже, ничего. Хотя, сейчас я еще раз посмотрю, на нее есть что-то. Ну, я, в общем, не буду занимать время, я все равно сейчас попытаюсь что-то вам показать. Ну, в общем, вы видите, да, как я писал в заметках прохозналах, как вам сейчас покажу. Вот так. Ну, то есть, крутим ползунок, не сменяется. И, собственно, я посмотрю, чтобы оно работало с этими сетями, с этими масками. Вот, мы использовали битхуа, выложили все в гитхабе в сейлпарец. Не спрашивайте, почему в сейлпарец, это просто нужно было придумать название команды. Там все, с чем мы игрались, все лежит. Ребята до сих пор там контрибьютят. Плюс ко всему, мы тоже работали над поддержкой голоса. Но почему-то по времени как-то, ну, вообще брендерских не вспомнили, ничего не знали. И мы использовали сначала Houndify, это тоже, ну, те же люди, которые делают этот, Shazam, SoundHouse. Вот, WS-Input. И потом мы приписали лимит запросов ночью. Нужно было срочно все переписать, и мы взяли VM-дмикс. Ну, там то же самое, вот, как впечатлите, тоже дербим, там, кубичные... Звуком якости или не знаю? Ну, мы команды такие, их отхожные, говорят, мол, turn on the light, turn on the light, this come. Вот. Но вот сейчас мы с Питер договорились, что было бы хорошо смершить все это, чтобы были просто разные движки. И плюс ко всему, у самих кубже есть планы, там, на девелоперизе есть, говорили, что, мол, если мы хотим для автомобилей, если я не путаю библиотеки, которые используют, там нужно hands-free, и там вот будет что-то типа кубич, и, может быть, посмотреть, ну, там на 5-8, или в чем-то таком будущем в флотмапах, посмотреть там, окей, и сделать что-нибудь похожее, потому что непонятно, когда это будет все там, у меня, когда это стоп-фиш. Ну, и вот заниматься такими вещами. Но, как вы понимаете, если сейчас я, когда выбираю ресурс-клеп, мне сразу там появляется нужный мне контрол, это все, ну, в общем, таких контролов не напасешься на каждое устройство. Поэтому хотел немного сказать о себе, и что я делаю в респиратуре. У нас есть вопрос, но не на это полезно, тоже стоит. Но когда-то, сколько годы, с 11-го по 12-го, то есть мы утром пришли 11-го, а потом там презентация была, ну, типа вечером 12-го. Ну, на самом деле, там чуть больше суток. Ну, да. В общем. Ну, просто, чтобы понятно было, сколько какого объема проекта можно делать за эти сутки, а это другие? Ну, посмотрите, у меня были наработки вот эти, чтобы актер был, и я, ну, в Аббе тут понимал, что такое Коап. Я показывал ребятам, они делали там, один человек делал там с свой, с голосом, он смотрел сначала существующим, кто-ли-что-то, они там плохо работали, мы взяли в своем, потому что там просто где-то запросы, а другое дело было, чтобы выкатить Коап, чтобы был дискаевер, и, ну, и просто нужно было еще презентацию успеть, ну, да. Спасибо. Спасибо. Так, и, в общем, если кто-то знает про математик-вэк, то это такой, ну, веб-тренолль от тема Werner's Alley, где мы делаем ваши начитаемые форматы, представления данных, где мы используем элиционные базы знаний, описывая наши ресурсы, которые связаны между собой, как узлы и леггографа, и можем, ну, строить такую сеть для будущего искусственного интеллекта с логическим выводом, например, то есть описав, допустим, в графе, что у нас есть какие-то объекты, допустим, отец, его сын и его дочь, мы на основе, там, определенных правил логического вывода можем того, что, по сути, у нас базы знаний нет, получить новый факт, что, там, брат, сестра — это просто такие вещи. И в ЛАБе мы хотим вот автоматические технологии применять для описания, нотирования самих устройств, датчиков, потому что их много, как бы, много предвидится, и чтобы можно было в будущем, грубо говоря, ну, во-первых, необязательно, чтобы у нас было какое-то облако, чтобы они, конечно, с собой общались, понимали сами там что-то как, потому что мы читаем информацию, обнаружили друг друга, и чтобы мы с ним сделаем, допустим, у меня дешевле вечером электричество оплачивают, ну, как тариф вечером-ночью дешевле по электричеству, чем днем, то вот пусть мастералка, и не важно там бошина или что, потому что это просто класс стиралка, а дальше там она уже сама знает, как делать, там стирала вечером, допустим, ну, или подобные вещи. Вот. Ну и на пусты я на Хакатома, потому что это последняя завершающая, завершающая мастер-мастер-класс, в общем, спланируйте заранее, что вы хотите, вот прям серьезно, если вы понимаете, что вот вы сидите долго-долго, и ничего не идет про сайте, либо делаете что-то другое, либо делаете загружку, потому что будет оцениваться баланс между завершенностью и презентабельностью, в общем, не усложняйте, и вот у меня, например, не хватило, ну, я просто выступил по, ну, как я считаю, в презентации, потому что не хватило времени нормально готовить медицинскую, хотя вот с самого утра сел их, кто не начал делать. Все равно как-то вот так смазано. Ну и удачи всем. Спасибо.